Нижегородцы Перерыв команды ушли с неоткрытым счетом, компенсировав отсутствие голов обилием силовой борьбы. В самом начале второго периода голки-проучайки Кириллу Кожикарю удалось нейтрализовать контратаку гостей 1 в 0 после неосторожного розыгрыша своими товарищами по команде шайбов в большинстве. Но и он оказался бессилен, немного погодя, когда составы выровнялись. Лока открыл счет на третьей минуте второго периода, а на пятнадцатой забросил вторую шайбу. Шанс вернуться в игру. Чайки выпал перед самым уходом на перерыв. На последней минуте второго периода хозяева льда на 20 секунд оказались пятером против троих соперников. И хотя в этой ситуации изменить счет не удалось, зато 16 секунд спустя после начала третьего периода при игре 5 на 4 счет стал 1-2. Кирилл Клопов доработал до конца свой момент на пятаке. И даже три минуты спустя, когда счет стал 1-3, ситуация не выглядела аховой. Но вот двойной малый штраф Никита Томилова в концовке на пользу дело не пошел. Гости довели счет до солидных 1-5. 8 февраля очередное противостояние Чайки и Лока. Начало матча в 5 вечера. Владимир Широков, Торпеда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин